Библейский портал экзегет.ру представляет Доброе время суток, уважаемые любители чтения Слова Божия. И мы продолжаем с вами исследование книги «Исход» на интернет-портале экзегет.ру. Мы говорили с вами на прошлых занятиях о установлении Пасхи Господней, глава 12, книги «Исход». Мы видели, что это был прообраз Пасхи истинной, Пасхи, которая, как сказано в Священном Писании, Пасха Наша Христос. Все образы, я напоминаю, которые были в Священном Писании Ветхого Завета, исполнились во всей полноте на Господе и Спасителе Иисусе Христе и на Его Святой Церкви, о которой Он сказал, что «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сегодня мы переходим с вами к 13 главе книги «Исход», где говорится, что Бог повелевает народу израильскому осветить всех первородных в Израиле и всех первенцев посвятить Богу. Мы читаем с вами с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Святи мне каждого первенца, разрешающего всякие ложесна между сынами Израилем, от человека до скота, ибо они мои». И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь, а то ли не ешьте квасного». То есть в Священном Писании говорится о том, эти стихи, что Господь выводит из рабства, прообраз того, как и нас Он выводит из рабства греху. И когда говорится, да не будет у вас ничего квасного, имеется в виду всегда греховная закваска. То есть забудьте о том мире, о мире рабства, в котором вы пребывали в Египте, в мире страстей, в мире похоти. И теперь празднуйте и восхваляйте Бога в чистых сердцах, без всякой греховной закваски. И об этом дается целое предписание, как прообраз в Ветхом Завете. Помним всегда, что Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу. Снова и снова повторю, все, что было там, написано нам в назидании, для того, чтобы мы помнили, что эти прообразы исполнились впоследствии в Церкви Нового Завета. Итак, далее сказано о том, что 7-8 стих, опять же предписание о хлебе, и Господь говорит, что вы должны помнить этот день выхода из рабства. И мы читаем далее, и когда, это уже Моисей выводит, если, говорит, и от скота всякого выделяй особое святое, почему такое делается Богом повеление? Что должна быть, если даже, говорят, отжидаются у тебя и животных, какой первенец, тоже его приноси Богу, но кроме нечистых животных. Мы будем об этом говорить, что в Ветхом Завете было это понятие «чистые и нечистые животные». То, что в Новом Заветном времени уже Первым Апостольским Собором, об этом сказано в Деянии Апостолов, 15 глава, 28 стих, Первым Апостольским Собором предписание о чистой и нечистых животных, о чистой и нечистой пище было отменено. Потому там сказано, когда Апостольский Собор решал, как принимать язычников в церкви, то под председательством, так можно сказать, апостола Иакова, который был первый среди равных, он был епископом церкви Иерусалимской, было выведено определение, сказано, что «Изволися нам и Святому Духу не возлагать на язычников никакого бремени, кроме идоложертвенное, вкушение крови и некоторые блуда воздерживаться». Но уже вот это само по себе учение о так называемом кашруте, чистой и нечистой пищи, оно упраздняется. Но здесь же в Священном Писании Ветхого Завета говорится, что нечистые животные не должны были быть приносимы, как об этом сказано и в 13-м и 14-м стихе книги Искотт, то если рождалось какое нечистое, оно должно быть заменено чистым. То есть это опять указание жертвенного агнца, который приносился в Ветхом Завете, всегда указывалась жертва на жертву Христа. Он должен быть чистым, без пятна и порока, агнец принесенный. Вот для того Ветхозаветного сознания это была лучшая иллюстрация, чтобы человек мог понять, что за него нечистого пострадает чистый. Может быть для нашего сознания, уже пораженного неким таким либеральным гуманизмом и нитшанством, таким отрицанием всего, оно как-то звучит не очень, почему приносятся животные. То для того сознания это была лучшая такая вот иллюстрация, чтобы человек должен был понять, что за его грех пострадает Христос. И весь мир Ветхого Завета он ожидал пришествия Мессии и избавления народа израильского, который позже уже попал в другое рабство. И далее 17 стих говорит о том, что когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. Там были войны, поэтому Бог не хотел, чтобы они возвращались и избавляет их от этого искушения, сомнения и проводит через другую землю. Обвел Бог, как сказано, народ дорогу пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израиля, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собой кости Иосифа. Ибо Иосиф клятву и заклял сынов Израилев, сказав, посетить вас Бог, и вы с тобой вынести кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы, Исок Хофа, и расположились Таном и Ифами в конце пустыни. Господь, 21 стих, шел перед ними. Днем в столпе облачном показываем путь, а ночью в столпе огненном светяем, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Два события, здесь даже три рассказываются. Первое, о котором я уже сказал, то, что народ, Бог не хочет людей, которые только вышли от рабства, и не посылает им искушений, нежели могут они перенести более. В апостол Павла есть такие слова, он так и пишет. Не посылает Господь искушений человеку более сверх того, нежели он может перенести. То есть, Бог дрожит жизнью человека, просто так какие-то испытания не посылаются. Бог знает сердце человека, его мышление, Бог все предвидит своим промыслом, о котором мы достаточно подробно говорили в наших прошлых беседах. И здесь мы видим другое событие, что когда Иосиф, тот человек, за которым весь народ израильский последовал в Египет, так как мы помним события книги «Бытия» Ветхого Завета, что был голод по всей земле у израильтян, а Иосиф был продан в рабство. Но там он, как сказано, любящим Богу все содействует ко благу. Несмотря на то, что он был в рабстве, тем не менее, занимал очень высокое положение. Вот когда братья его страдали от голода, то он, несмотря на то, что они его продали, все-таки их призвал, пожалел. И, в общем-то, таким образом народ израильский был введен в Египет, как мы помним с первых бесед. Но прошло какое-то время, умер один фараон, другой, и имя Иосифа было забыто. И тем не менее, мы видим, что Иосиф не хотел, чтобы его кости оставляли, чтобы его могила оставалась в чужой стороне, в земле рабства. Он своим пророческим духом предвидел, что когда-то они попадут в рабство народ израильский и будет отсюда выведен. Поэтому они его заповедь, в общем-то, исполняют. И, можно так сказать, кости, мощи этого святого человека для народа израильского, и как образец для нас, для подражания Иосифа Прекрасного, они не хотели ничего там оставить. Это очень хорошее предписание в той степени, что, например, раньше в России были и кладбища даже разные. Было кладбище для мусульман, было кладбище для людей неверующих, есть и до сих пор, вы знаете, лютеранское кладбище. Но вот такого кладбища, как православного, его не существует. Раньше оно было, но не хранили вместе православных с, например, самоубийцами. Вот кладбище для самоубийц в Москве, оно было отдельно, или тот человек, который самоутоплял себя. Это там, где сейчас находится Останский, так сказать, телебашня, на этом месте. И интересно, что так оно и называлось, Останкино. Почему? Потому что там вот останки этих людей, потому что они часто, когда себя убивали, были повреждены. Вот, да, и еще здесь то событие, которое мы видим, это то, что народ израильский был сопровождаем огненным столпе и облаком. То есть ночью он был сопровождаем, Бог являл себя в огненном столпе, а ночью в облаке. Почему так? Часто, когда в полемике мы встречаемся с людьми иноверными, инославными, в особенности инославными, то есть протестантами, они говорят о том, что Богу надо поклоняться в духе истины, что не нужны никакие изображения. Мы об этом подробно будем говорить, и вся книга Исход, она, в общем-то, наполнена этим содержанием, что Бог всегда себя являет видимым образом. Мы помним главу третьей книги Моисея, книги Исход, которую мы начинали, что Господь являлся Моисею в огненном кусте, когда Он говорил, Моисей, Моисей, с ними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. То есть земля сделалась святой, потому что это было особое присутствие Богу. Как и здесь, священные сосуды, первенец, святой животный, это особо то, что посвящалось Богу. Так и Бог себя здесь являет, являет себя здесь в облачном столпе и в облаке. Это делается потому, что человек, он не может воспринимать Бога. Бог есть абсолютный дух, но человек материален, поэтому Бог всегда общается с человеком через материю. Какие-то святые предметы и святые явления. То же самое через, можно сказать так, что через знамени, которые есть, совершаются на святых иконах. Бог себя явил в последнее время в единородном Сыне Божьем. Как сказано в великое благочестие, тайно Бог явился в облоте. Поэтому здесь, если говорить то, что некоторые люди отрицают икону почитания, говорят, что это идолы, мы никаких оснований этому подтверждению, что изображения и какие-либо явления Богу запрещены, в Библии не находим. В Библии говорится о том, что и Соломон, когда строил храм, эта книга Третье царство, он делал кругом резные изображения. Но об этом мы еще будем говорить, когда непосредственно подойдем к исходу 20 главы, где звучит заповедь «Не твори себе кумира никакого изображения, не поклоняйся им, не служи им». Я специально сегодня не раскрываю всю эту полноту для того, чтобы вас призвать в дальнейшем вместе изучать Слово Божие и более подробно рассмотреть эти поставленные вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...